Добрый день дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков FIBA Group и с нами сегодня Татьяна Лейко, аналитик компании FIBA Group. Татьяна, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, коллеги! День вроде бы потихонечку разъясняется, появляются некоторые темы торговые. На ваш взгляд, что наиболее интересно, что посоветуете? Действительно, день такой не очень хороший с фундаментальной точки зрения. Единственная новость, которую мы ожидаем и которая будет иметь вес для спекулятивной торговли, может вызвать полотенец на валютном рынке. Это изменение объема актовой торговли по Канаде, которая обещает быть хуже, нежели предыдущее значение, что может ослабить канадскую валюту по отношению к Американскому. Посмотрев еще раз сейчас на графике, что в принципе происходит, вполне возможно, что укрепление Американца подошло к концу. И смотрю уже, да, вот сейчас покажу то, что творится на графике. Давайте. Давайте сразу включать. Сразу переходим к графикам, к стратегиям, что видим. Хочется сказать, что обзор текущей недели и то, что нас ожидает в ближайшие дни, было в 13.00, поэтому все, кто пропустил, может посмотреть записи. Я думаю, Игорь скинет в общий чат. А сейчас мы будем непосредственно смотреть, что происходит по торговым сигналам, что ожидать. Пара евро-доллар у нас откатилась. То есть доллар, американская валюта показала укрепление, тем самым потянув все остальные валюты в обратную сторону, произошел небольшой откат. Однако, видим, что подошло к важному уровню 1.12.60, в принципе, уже видно, что оттолкнулось. И вполне возможно, что мы получим уже дальнейшее движение вверх. Опять же, ситуация двояка. В том случае, если сегодняшняя свеча или завтрашняя закрепится ниже 1.12.63, то мы будем тестировать обратную сторону облака. Такое тоже возможно. То есть сейчас по паре евро-доллар пытается сформироваться восходящий тренд. Это пока. То есть у нас нисходящая тенденция закончилась. И пытается сформировать либо же боковик это будет, либо какие-то вот зачатки восходящего движения. Но что нам важно? Нам важны уровни, к которым, возможно, скорректируется цена. То есть, повторяюсь, 1.12.60 важный уровень. Если проблёт, будем тестировать обратную сторону облака. С точки зрения часового графика здесь немножко всё более или менее видно. То есть смотрим, что вот 1.12.75, 1.12.60 – это тот уровень, от которого, в принципе, оттолкнулось нам. Сейчас возможен откат, так как мы снова натолкнулись на уровень 1.13.00, 1.13.05. Сейчас возможен откат, но в том случае, если мы закрепимся выше, тогда мы пойдём снова в рост. То есть сейчас такое вот немножко переломное движение. Однако видим, что уже оттолкнулось хорошо от этого уровня, о котором мы уже проговорили. Пара фунт-доллар. Фунт-доллар у нас ходит в боковике, поэтому всё-таки ожидаем, что преодолеет отметку 1.31.70, подрастёт ещё чуть выше. Всё-таки ожидаем к 1.33.60 в среднесрочной перспективе. Видим, что отталкивается, пытается укрепиться. Сейчас опять идут у нас небольшие откаты, но уже есть вот тенденция, потому что вполне возможно уже американская валюта перестала укрепляться и снова даёт подрасти другим валютам. То есть в паре евро-доллар это евро, в паре фунт-доллар это фунт. То есть всё-таки пытается сформироваться движение вверх. Доллар США, японская иена. Достаточно сложная валютная пара, тем более не стоит её оставлять на ночь. Мы понимаем, что завтра утром получим новости от регулятора Японии. Курода выскажется, что он видит по поводу дополнительного стимулирования в экономике, что он видит по дальнейшему курсу иены. То есть сейчас, в принципе, ситуация такая, что пытается оттолкнуться от отметки 185, такой хороший уровень для пары доллар-гена, который, в принципе, близок к верхней границе нисходящего канала. То есть всё указывает на то, что, в принципе, нужно продавать. Давайте посмотрим здесь. Здесь особенно виден хорошо этот уровень. Видим такой вот этот синий уровень, от которого уже оттолкнулась цена, и потихонечку будем снижаться к отметке 124,99,78. Однако, повторюсь, не стоит, если вы открываете позиции по этой валютной паре, то всё-таки стоит закрыться раньше, нежели наступит завтрашнее утро. Пара доллар-канадь. Также очень важный уровень находится на отметке 1,29-23. Это нижняя граница облака, которая говорит нам о долгосрочной тенденции, самый сильный уровень по индикатору Ишимоку. То есть, опять же, ситуация двоякая. Давайте посмотрим, что происходит. Если мы оттолкнёмся от этого уровня и снова пойдём вниз, тогда будем говорить о начале формирования нисходящего движения. Если мы пробьём 1,29-23, закрепимся выше. Сейчас идёт речь о... Когда мы анализируем индикатор Шоу, идёт речь о дневных свечах. Хочу, чтобы вы это понимали. Если закрепиться выше 1,29-25, тогда будем говорить о том, что у нас стопроцентный флэт, и пока никаких вот тенденций в среднесрочной перспективе у нас не намечается. То есть, ну, опять же, важный уровень присутствует, его нужно учитывать, но также очень важно закрыть дневной свечи в ближайшее время. Давайте посмотрим, что происходит на часовом графике. Мы пытаемся оттолкнуться от отметки 1,29-25, 1,29-30. Это именно нижняя граница облака. В том случае, если всё-таки получим подтверждение отбоя, то есть, если цена уйдёт ниже отметки 1,28-90 в эту сторону, тогда, конечно же, будем открывать короткие позиции, и цена должна уйти достаточно хорошо от этого важного уровня. То есть, действительно, будут актуальны у нас короткие позиции в среднем сроке. Новозеландец. Давайте посмотрим. Новозеландец всё-таки не может обновить те максимумы, которые находятся на отметке 1,73-2,0. Вот не может преодолеть этот уровень, и вот входит как бы между облаком у нас и верхней границей того диапазона, который был намечен. Видим, что уже оттолкнулся от важного уровня 0,72-11, пытается подрасти. Сейчас вполне возможен немножко откат вниз, но всё же Новозеландец в паре с американской валютой пытается сформировать такие вот движения вверх. То есть, всё-таки у нас пойдёт откат, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление Новозеландец в паре с американской валютой. Золото также дошло до верхней границы облака, это важная отметка 13,30, которая служит хорошим уровнем поддержки для этого актива. Видим, да, вот 13,30, 13,32, тот диапазон, от которого, в принципе, рассчитываем на укрепление золота. Сейчас, опять же, видим откат, вполне возможно, что протестируют отметку 13,30, 13,32, но всё же в конечном итоге рассчитываем на рост. Австралиец. Австралиец в паре с американской валютой находится у нас около нижней границы восходящего канала. Это у нас отметки 0,7590, 0,7580, вот они здесь. То есть рассчитываем на рост австралийца по отношению к американской валюте и, конечно же, снова отбой от нижней границы и рост в сторону 0,7750 вот сюда. Намечена нижняя граница диапазона 0,7580, 0,7590, вот она здесь. Вполне возможно сейчас отбой от 0,7600 и рост в сторону 0,7630, 0,7660 и так далее. Нефть у нас откатывается, опять же, важным уровнем поддержки для данного актива, напомню, что это дневной график у нас с марки WTI, находится на отметке 0,4730. То есть у нас было действительно такое суровое ралли вверх, укрепление актива, конечно же, без коррекции не обходится. Обычно, когда у нас формируется новая тенденция, давайте посмотрим, как это происходит. Смотрим, что облако у нас сузилось до предела. Было пробито облако в этой части. Обычно откатывается до линии синхроу спан B. Это долгосрочная тенденция. Тестируют ее, отбивается и снова растет. Так формируется новый тренд. То есть согласно торговле по индикатору и шуму, действительно, сейчас видим откат. Это нормальное явление. Вполне возможно, что откатится до 0,4730. В том случае, если цена закрытия не будет ниже этой отметки, тогда есть большая вероятность о том, что действительно у нас формируется восходящий тренд. Однако мы понимаем прекрасно, что до сентября рассчитывать на поддержку фундаментальных факторов не приходится. Очень ждем встречи ОПЕК, договорятся или нет. Видим действительно откат. Вот это та граница, ниже которой, в принципе, недопустимо снижение. Но мы говорим, опять же, о закрытии дневной свечи. Поэтому на часе мы можем все-таки рассчитывать, что оно снизится чуть больше. Это будет хвостом выглядеть на дневном графике. В том случае, если цена закрытия вернется выше этих уровней. То есть пока видим действительно небольшое снижение. Отчитываю на тестирование вот этих отметок 47,70, 47,30 и дальнейший рост активов. Игорь? Да, я здесь, Татьяна, внимательно смотрю. Вернитесь ко мне. Да, с удовольствием. Внимательно смотрю, смотрю графики, смотрю другие источники. Да, нет. С технической точки зрения очень действительно дошло до важных уровней и вполне возможно, что коррекция закончилась. Это укрепление доллара, которое мы видели. Да, вот сегодня вспоминается китайская поговорка, чтобы вам жить в эпоху перемен. Знаете? Да, да, да. Сейчас нужно быть аккуратным с прогнозами в среднесрочной перспективе. Это точно. Явно, что какой-то перелом, законченный, незаконченный. Это будем сейчас, конечно, внимательно смотреть, обсуждать. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, Татьяне. Кстати говоря, ваше сегодняшнее выступление, конечно, оно у нас уже на сайте. Благодарю. Ссылочку даем, коллеги, пожалуйста, посмотрите. Ну, а вот сейчас, прямо сейчас я хочу сделать следующее. Я хочу вывести на экран курс евро-доллара. Татьяна, я вам скажу, у меня такое впечатление, что все-таки американцы на свою сторону перетягивают потихоньку. Хотя вы говорите, что, скорее всего, закончили. Но вот я... Не, не, Игорь, смотрите, давайте я еще раз выведу. Я же вас предупреждала. Давайте. Вот давайте. Демонстрация рабочего стола. Евро-доллар – это полезно. Все, выбивайте. Ага, это полезно. Смотрите, я же говорю, вот оно остановилось здесь, да, и пытаются сформировать и идти вверх. Но вот сейчас, около отметки 1.13.00, я предупреждала, что сейчас еще идут откаты. То есть вполне возможно, что оно откатится. Потом будем ждать пробоя этого уровня. То есть я говорю, что формируется уже восходящая лесенка. Да, то есть, но сейчас, чтобы сформировать эту лесенку, да, в кавычках, то есть вполне возможно, что сейчас пойдет небольшой откат, и мы пойдем снова вверх. То есть я не говорила, что пойдет, пробьет прямо сейчас уровень и пойдет так круто. Нет, сейчас вполне возможен откат по всем валютам, да, но я вижу, что как бы достигла важных уровней в среднесрочной перспективе. То есть вполне возможно, что будет расти вот в ближайший день, два, три. Ясненько. А в ближайший час, я думаю, что все-таки вполне возможно, что американец еще укрепится. Понял. То есть, ну, такая, скажем так, нет какого-то, нет тренда, нет, скажем так, смотра. Нет, 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 все, ну, вот предположение, еще раз говорю, что в ближайшие часы, может быть, американец еще укрепится, но в среднесрочной перспективе я вижу, что как бы достигла тех уровней, которые говорят, что с последующей, там, дневные свечи уже пойдут восходящие, например, если это евро-доллар, если это фунт-доллар, то есть вполне возможно укрепление. Сейчас может еще небольшая коррекция, там, пару часов, там, три-четыре часа пойдет. То есть, вы видите восходящий тренд по валютной паре евро-доллар? Я вижу, да, 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 то есть, ну, это средний срок. Пока, в ближайшие часы, я думаю, что вполне возможно, можно еще продать. Понял вас. Ясненько, Татьяна. Спасибо, давайте послушаем вопрос от Элиота. Я по иене перебираю позу, покупаю ниже, продаю выше. БУ на 96-97 примерно. Вопрос. Ланговать опасно для здоровья? Опасно для здоровья, если вы не закройтесь до высыпления коррона. Я думаю, что это будет очень опасно для вашего здоровья. Еще раз повторюсь, канал нисходящий. То есть, в нисходящем канале актуальны как покупки, так и продажи. Да, просто, например, покупать около верхней границы, ну, по крайней мере, глупо, да. То есть, нужно покупать около нижней границы. Но, опять же, мы понимаем, что вполне возможно, что этот канал будет прорван. Вы просто должны понимать, где ваш прогноз будет считаться ошибочным. То есть, если прорвет канал, конечно же, уже стоит покупать иглон однозначно. То есть, пока у нас канал нисходящий, есть определенные уровни, которые дают нам возможность продавать и покупать без опасности для здоровья. Да, да, да. Я тоже считаю, что мешать водку с пивом опасно для здоровья, а покупать иену в любую сторону – это можно. Главное – свой таймфрейм, да. Конечно. Я, например, на минутном графике, даже мне интересно, на минутном графике я бы сейчас, например, скорее всего, продал. Вот даже мне интересно сейчас потренируемся. Давайте продадим доллар и иену. Хотя, что продам? Здесь все утро рассказываю, что доллар будет укрепляться. Но по рисунку, по техническому, я бы, например, сейчас быстрее продал. Ну вот, опять же, вы следуете той стратегии, что сейчас доллар теряет. Ну, правильно, потому что я же… Поэтому еще раз переключитесь на пару евро-доллар и посмотрите на минутном графике, посмотрите, что происходит. Понятно, я же Татьяну Лико слушаю и поменял. О, слушай, зачем я закрыл, а? Я не знаю. Откусил 2 грамма, боже мой. Ну, хорошо, 1 пип заработали, да. Откусил 2 грамма и закрыл. Вот, ну ладно. Значит, вы говорите вернуться на евро-доллар и в данном случае купить еврика, да? Ну, я просто говорю, что в среднесрочной перспективе я вот вижу, что все-таки доллар у нас перестал уже укрепляться. Поэтому нужно это учитывать. Обязательно при открытии сделок. Хорошо, хорошо. Ну, сейчас попробуем… Нет, давайте подумаем. Я почему-то… Я боюсь против доллара сейчас торговать. Они контролируют ситуацию, причем очень сильно. И в Америке себя порядок навели там с выборной кампанией. Уже президент известен, по сути. Поэтому тут… У вас просто минутные, а я торгую на часах. Поэтому советую, что делать на минутах, мне очень тяжело. Это потому… Я берегу свою здоровье, понимаете? Я не торгую на минуты графиками. Это потому, что все мужчины живут в настоящем времени, а все женщины в будущем. Мы с вами… Вполне возможно. …по времени не совпадаем. Вот в чем вопрос. Ну, вот совершенно серьезно. Вот доллар, мне кажется, сейчас будет бороться, бороться сильно. И всеми разрешенными, запрещенными способами. И военные действия. И все, что хочешь сейчас. А стоит лишь доллар укрепить. Но в моменте действительно… Сейчас посмотрим повнимательнее. Точку входа поищем. Кстати говоря, по евро-доллару можно сейчас смотреть точку входа и вниз, и вверх. Поэтому сейчас мы этим и займемся. Татьяна, спасибо вам огромное. Хорошего вам встречи. Удачи. Спасибо. До свидания.